Добрый день, дорогие мои юные друзья, а также уважаемые коллеги, музыканты, преподаватели разных инструментов. Мне очень приятно, что вам понравилась моя музыка, она вас заинтересовала, она вам подошла, потому что, честно вам скажу, я стараюсь писать детям, которым это будет интересно. И в каждую нотку, в каждый звук, в каждую гармонию, в фразу я вкладываю смысл, разные идеи, какие-то мысли. И поэтому, когда исполняется музыка спокойно, вдумчиво, она нравится многим. Сегодня я бы хотела передать вам пламенный привет из Восточной Украины и пожелать всем отличного настроения, любви к музыке и продолжать свою жизнь, обучаться, обучаться и обучаться, ну и также исполнять какие-нибудь произведения на ваших любимых инструментах. Вот, например, я вам хочу показать несколько книжек, которые у меня есть. Это очень большие, знаменитые, не очень, издания. Вот, Музычная школа, Иевское издание, которое рассказывает о джазовых произведениях. Здесь очень много, и два сочинения есть здесь мои. Называется «Баллада» и «Рэгтайм». Они часто, кстати, исполняются в конкурсах разных, всеукраинских и даже международных. Дело в том, что я сама набираю мотки, поэтому я имею пока возможность делать свои собственные небольшие издания. Вот, например, то, что у меня здесь в руках, это небольшая часть. Вот, «Юным пианистам», например, такая книжечка «Прелюдий без фук», я думаю, она вам известна. «Джазовые пьесы», это тоже самое. Ну, например, уже такая потрепанная, но все любят. «Детский мир». Из новых вот попалась звукальная сбирка для малят. Это сочинение песни «Хвалынки» для голоса, виолон, шелли и фортепиано. Мы с нашими педагогами и детьми уже это в этом году начали исполнять, поэтому это буквально летом написано этого года. Очень интересный сборник. Ну, из последних вот есть, например, такие циклы «Веселка», «Мага Теринового осуждения». Знаменитая неделя. Есть еще вот новый сборник, называется «Черты характера». Здесь 12 разных пьес, которые, возможно, пригодятся. Очень знаменитый сборник произведений для фортепиано, которая, как бы, ну, один из первых сборников. Здесь такие пьесы, может быть, вам уже знакомы. Или когда-то брали в репертуар, например, «Размышления», «Урамы в Париже», «Прелюдия», «Шарманка», «Мэтеллык», «Дептих», «Ожидание» и «Нежность». Ну и «Папури». Честно скажу, вот, «Папури» – это ансамбль, и ансамбль «Урамы в Париже». С радостью играют разные детки разных возрастов и в разных городах. И нашей страны, и далеко за пределами. Что хочется сказать? Относитесь к своему творчеству, когда вы выступаете на концертах, с душой. Не играйте просто так, на галочки, не надо. И покажите, о чем вы думаете тем зрителям, которые вас слушают. Вот, например, в этой знаменитой пьесе, которая называется «Глаза Бога», я старалась три пласта показать. Бог в трех лицах. История создания такова, что я пришла домой, и в голове крутилась мелодия. Бегом села за фортепиано, и сразу начала играть готовое сочинение. После этого я быстренько взяла карандаш, бумагу, и записала то, что уже как бы сочинилось. И он уже могла только сделать бумагу. Ну, я думаю, вы знаете это знаменитое сочинение. Неплохечко покажу. История создания такова, История создания такова, История создания такова, что если это рассказать детям, они поймут. Верхний подголосок – это, конечно же, Бог, Святой Дух, это Голубь. Средний – это Иисус Христос, и Бас – это Отец, Сын. Но вот все вместе пьеса описывает то, что как нужно жить. Она научит, если вы правильно поймете, что пытаться выполнять 10 заповедей, пытаться не вредить никому, быть умными, толерантными. И если вы будете добры, то в конце пьесы вы услышите мажор, и каждому человеку, кто это слушает, он поймет, что какое-то очищение, прозрение, надежда на лучшее, и мир обязательно будет, это он вокруг нас. Поэтому нужно стараться аккуратно, правильно исполнять, очень внимание большое на педализацию, ну и на прикосновения, на такое мягкое, правильное душе. Спасибо.